ребят всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня будет у нас рум турчик моей сестры которая приехала в хайфу наверное месяц назад вот как я обещал она разрешила мы сегодня посмотрим как она обживается посмотрим его квартирку для тех кто не видел наш рум тучек ссылка будет здесь сейчас появится и сейчас начнем рум тучек но перед этим для тех кто не подписался на канал обязательно подпишитесь поставьте жирный жирный лайк этому видео напишите комментарии будет интересно почитать но мы начинаем и и и и и и и и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 окей так куда дальше идем не пройдем и идемте так тут принципе все понятно идем на кухню так я вижу у тебя тут большой холодильник до расскажи что здесь было чего тут не было тут были только шкафы и поверхность каменная все больше ничего нет не было вот эта полочка еще самая знаменитая бестолковая полочка еще сейчас ребята я вам покажу один нюансик тут был такой в квест вот видите как вставить сейчас фокус найдется как вставить сюда вот этот тройник это я конечно минут пять потратил но все-таки мы вставили да есть такой нюансик окей значит у нас здесь навесные шкафчики да ты всеми и за все пользуешься все пригодились тебе нет нет ты буквально парочку пользуешься да просто вот этот первый вообще не пользуется того что там было от хозяина сушилка для посуды она была просто в отвратительном виде я попросила демонтировать ну и грубо говоря это сплошная дырка а не шкаф все я понял я понял секция вообще не пользуется так принципе все пользуется окей а скажи мне пожалуйста что это за девайсик у тебя это кстати новый девайсик мы сегодня только приобрели брели мне установили это все мне когда увидели все сказали ты себе кофемашина купила не кофемашина только впереди у нас это у нас просто народе для нас называется это фильтр для воды тут это называется мини-бар мини-бар да то есть ты выбирай себе тут жидкость да какую надо коньячок или вискарик да понятно так ну я так понял тут горячее холодная до питьевая просто вода чашка бутылка а вот так вот ну я так понимаю тут только литр до помещается можно бутылочку побольше я понял но наливает да он примерно бутылка рассчитана где-то на литр то что у меня литровая бутылка для воды принципе литр также есть три режима микса 50 больше холодной меньше горячей и также наоборот а все я понял и она получается подключается к централизованной трубопроводу до водопроводу ну а как у нас краник не особо тоже доброкачественный нехороший мальчик нашел просто к стиральной машинке он не подключил а вот а куда ну отлично мальчик главное чтоб не со стиральной машинки водичка вот окей так сейчас я ребята разворачиваю сюда так расскажи что тут у тебя используется была у тебя печка или нет нет не было это покупалось пол стоимости мне подарили вторую стоимость я оплатила в каком магазине ты покупала не помнишь не помнишь не помню в магазине электроники ага окей так ну я так понял это духовой шкаф там кого электрический у тебя электро да а газовая плита и электрический этот расскажи как подключение у тебя происходило газа вообще к печке это это очень смешная история я ждала месяц подключения газа в чем была трудность первое сначала нам показалось ничего сложного просто взяли набрали тут есть два вида подключения газа централизованный и баллон мы позвонили в баллоны но приехали сказали нет у вас централизованный позвонили в централизованный приехали мальчики централизованный сказать нет у вас баллоны и так это продолжалось круговорот это да 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 спинали пинали туда но потом наконец-то я упросила своего хозяина квартиры чтобы он все-таки он-то знает что тут происходит с этой квартиры я его говорила чтоб он мне помог я позвонил в ту компанию которая обслуживает этот дом и тогда мне спустя месяц наконец-то подключили вас и у меня оказался централизованный централизованный все-таки да окей так расскажи за машинку машинку тебе где-то достала новую бушную купила что это помощь израиля тебе помогли да это была стиральная машинка и холодильник ага помощь от израиля это все новая техника другие помощь израиля тут очень сильно помогают людям которые приехали в нашей сложившейся ситуации очень большая помощь другие люди тоже хороший подарили новую микроволновку в связи с новым девайсом чайник пришлось пока тебе не нужен да я понял напомню сколько вас человек приехала приехала только я и . ты и дочка когда вы приехали примерно израиль мы приехали 2 мая 2 мая окей ну ладно потом мы ну давай сейчас пройдемся еще рум тучек а потом пару там слов скажешь как вы добирались и расскажешь о планах своих это пока что наша обитель где мы обитаем с моим ребенком ага окей погнали туда такой очень светлая такая скромно да так я смотрю тут уже кто-то отдыхает окей расскажи за откуда ты взяла так сейчас давайте ребята тоже вот так подсниму окей ну скажем так тебе по мебели все хватает сейчас в принципе для минимального все как видите у нас два прекрасных стула выходит как тумбочки да есть два нас ребенком и две тумбочки вышлась так окей понял так сейчас я подсниму то есть у вас тут два окна ну а утром жарко здесь или нет нет тут не жарко жарко только вот если попало солнце вот час тут жарко когда прямые солнечные лучи но минус еще чего почему она у меня закрыта вы видите что везде окна открыты тут закрыта за окном деревья деревья сплошные деревья если открываешь это окно все эти листья все из деревьев я понял у нас открывается уже когда уходит солнце тогда ветер не дует если листва не летит сюда только тогда открывается это окно расскажи вот я смотрю у тебя тут пакетики для чего что это за лайфхак такой ты стираешь пакетики то есть действует да ребята пользуемся у кого проблемы с голубями я кстати еще видел что продают типа черную пластиковую ворону я не знаю работы да что работает она не работает у меня девочка которая со мной познакомились я себе балкон весь усадила просто этими воронами они уже видимо адаптировались к этим воронам пакетики работает но они во первых же двигаются а во вторых шелестят да наверное у меня такая работа такую работу выполняет диски компакт диски они тоже переливается плюс звук отдает от металлической решетки так окей да шуля тут понятно кровать тебе устраивает она большая небольшая нормально тебе спится на новом месте так сказать не твоё да ну конечно я жду своего любимого мужа это все поменяется но на данный момент как я только с дочерью это превосходный вариант спасибо людям которые помогли для нас двоих с ребенком это превосходный вариант ну отлично то есть пока пока так потом придет муж и доведет все до ума да так куда дальше идем показывай ну давай супер интимную не будем показывать давай ванну покажи супер интимной там и так все понятно она очень маленькая в принципе тут ничего я не делала своего все так и было это это кошка это для зимы она работает кстати или нет а вот тут меняется да класс я такой честно говоря да вот уже начала ага да 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 ну все выключай потому что сейчас мы сейчас паримся 500 градусов будет три режима нагрева так ничего не меняла все осталось от хозяина вот корзинку да ты поставила а тут дверца была ли ты что ты шторку да по моему поставила шторку ты-то он повесил да скажи мне а вот здесь затекает или нет вот этот порожек хватает нет ну его хватает ничего не затекает и так ну и слушай у тебя тут как как столешница из кафеля лет или что я так понимаю что это какой-то камень камень даже надо или не кафеля как камень да хотя с другой стороны непонятно что это ну какой-то похоже на камень да ну прикольно ну да то чуть-чуть как-то маловато хотя и у меня в комнате в ванной комнате там тоже принципе не супер много места я думаю что у нас принципе с тобой по комнате ванной наверное одинаково просто она у меня чуть-чуть у меня сама душевая как душевая кабинка она чуть не так расположена вот и все вот ну окей так тут все понятно выключаю свет пошли да вот это правильно а еще хотел сделать акцент ребят смотрите вот видите тут вдоль идет вот это я не знаю как это андресоль не андресоль да у нас она демонтирована и скажи она тебе нужна не нужна мешает она тебе не мешают как ощущением чисто моим что все высокие потолки и все они белые а когда заходишь этот темный низкий и тогда хочется привнуться а вот ну давида все таки так по квартире будешь везде высокие белые потолки и хочется примут но хорошо очень удобный девайс плане он везде закрыт но вот этой комнате вот это это все ниша туда можно складывать личные там ненужные коробки чемодан какой-то да ага большая ниша большая а окей так ну прикольно окей итак нашу расскажи как и добиралась чего-то вообще начала как как почему ты решила приехать кстати в израиль это смешная очень история у нас произошла я честно даже не собиралась хотя я знала прекрасно что у нас есть корни у нас есть возможность приехать в эту страну начать новую жизнь но я как-то не думала мне потом пришли мужа друзья сидели что-то общались он говорит ты девушка у тебя есть ребенок ну надо думать об этом и подумать о своих жизнях и все остальное то что в украине правда очень страшно что творится и получилось так что я сначала подумала об этом три дня списалась с моим любимым братиком который сейчас рядом он не поскидала за основу все его документы как их можно достать где обратиться что как только я брала свою линию принципе у нас практически одинаковая только на дедушках расходятся а дальше где ты брала документы брала я в архиве заказывала в нашем днепропетровском архиве до вытягивая документов нашей линии происхождения а скажи пожалуйста ты туда физически пришла ли как ты я доставала взяла просто в интернете вбила днепропетровский архив там были номера там были ссылки email а и я написала как у меня были за основу какие документы в принципе какие страницы мне нужны чтобы этого долго не искать это долго не затягивалась а я им выписала все эти страницы что мне какие документы нужны на следующий день я им позвонила получили ли они мое письмо не говорят да конечно мы получили только вы немножко неправильно заполнили они мне объяснили как заполнить эти все документы к ним еще помимо документов которые надо надо заявление подлаживать что вы именно учить ищите то что у меня принципе были документы я знала что искала ну как для документации их не должны быть заявления что я хочу от них написал заявление прикрепила фотографии да к этим списку фотографиям я им даже с фотографиями все высылала и отправила ждала я они сказали все хорошо мы получили все подходит ну нам искать это в принципе не надо того что мы все прекрасно видим что вам именно надо досконально ждете платежи чтобы оплатить оплатить услугу архива и буквально займет три дня но самих платежей я ждала самое дольше это по-моему полторы недели я ждала только платежей пока мне не придут до выслали реквизиты выслали реквизиты я их на следующий день оплатила и после оплаты еще на следующий день я уже забрала все документы вся стопка документов у меня была уже и принципе от моей задумки через две недели я уже уехала с украины с украины я уезжала позвонила тоже нашла в угле контакты сахнута через сахнут я уезжала и они мне сказали да конечно есть ежедневные эвакуационные рейсы они спросили куда вы хотите попасть есть были в направлении молдавии есть направление польша и румуния была я выбрала молдавию того что она ближе всего к украине не так тяжело того что я в принципе с ребенком где так напряжно было выбираться с украины и в принципе через две недели от подачи от задумки собрать документы я уже уехала с украины со всеми документами совсем автобусом забрали и повезли до автобус забрал нас в он опоздал где-то в четыре часа он забрал нас днепропетровска с набережной победы вечера до пересекли границу украины с молдавией мы уже в час ночи и это происходило очень быстро мы буквально нас было в автобусе 11 человек и один из них лежачий был и мы вот это все прошли ну буквально за полчаса мы всю таможню прошли и поехали дальше и в 6 часов утра мы были уже вместе дислокации в молдавии в кишиневе нас сначала привезли там у них несколько есть мест дислокации там теннисный корт был который обустроен тоже для людей беженцев таких как мы да ну мы были на как это правильно она по-моему типографская фабрика нас туда там два больших таких ангара были и в дальнем он закрыт там люди жили из поддонов были сложены типа кровати на них матрасы были положен там люди жили и видно что долговастенько но у каждого это была своя история то там тоже они бесплатно жили их кормили привозили завтрак обед и ужин у них было где помыться где все подробности сделать у них тоже все это было обустроено но нам я очень переживала что я останусь там то что я за долгое время первый раз выехала за границу плюс еще с ребенком и относительно маленьким ребенком еще на данный момент мне было страшно то что в чужой стране остаться в этом ангаре не понимая ничего что происходит было очень страшно но потом дождались пока пришло руководство это где-то было уже 11 часов я вот это уже сутки я уже не сплю не тяжело ребенок благо это ребенок он нашел себе детей игрался гонял да я все время это в напряжении сидела ждала что будет дальше но по идее пришло начальство девочки которые тоже сахнутом работает но в молдавии которые нам помогают также они нас зарегистрировали и отправили каждый по месту куда назначена того что там было зависимости от животными не животными расселяли в разные места и нам дали мы уехали с данной в гостиницу в гостинице мы жили с 15 апреля по 2 мая чуть больше двух недель мы ждали пока примет нас концу чтоб нам дали добро выехать в израиль то что принципе в польшу мы не хотели уезжать у меня тут в израиле брат семьей и мы с данкой хотели приехать к родственникам они просто где-то хорошо вы приехали прилетели в израиль так что следующее приземлились приземлились в израиле нас тоже было расселение тоже нас был полный самолет очень много людей нас было около 50 человек на этом рейсе чисто сахнутовские да и нас собирали по всем но по всему кишиневу мы вылетали и в израиле нас сначала мы ждали проверки на к вид все эти тесты результаты тоже очень утомительно перелет прошел это был первый мой полет на самолете эмоции конечно было очень много этого что у ребенка того что это было но что-то чем-то ощущение непередаваемые для первого раза потом прилетели в израиль и ждали тесты а подойти вас поселили типа в этот какой вид отель или нет 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 я просто читал информацию что некоторые прилетали или тату это до этого было это до этого нас но нам сдали тест на к вид но нам сказали у нас идет у каждого там тоже зависимости кто в какой город хочет ехать и было расселение тоже кого в гостинице кто куда по всему израилю я поехала это не город это машафф по простому нашему языку машафф и это колхоз это было под натанией под натания это относительно ближе к северу не центр ближе к северу между центром и севером израиля там я пробыла в районе трех недель но грубо говоря практически месяц я там пробыла ты хотела в каком когда ты ехала сюда в какой каком-то и городе хотела когда я ехала сюда я принципе хотела бы ближе к подруге бы то что этот центр это решен лице он мне он нравился этот центр это береговая линия тоже красивый город но в практике когда я прилетела я создала очень печальную новость что решен центр и очень дорого я думаю наверное многие репатрианты сталкиваются с этой проблемой то что хочется это что в реале получается то есть ты когда ехала сюда ты нацелена была на центр и желательно это решен лицо да я хотела подруге она принципе сказала я тебе помогу со всем жильем мы поможем с работой мы тебе поможем ну посмотреть реалии в глаза да не спорю но я одна с ребенком это тяжело мне целыми днями работать ребенок остается сам ну уйти от одной проблемы жизнью прийти к другой проблеме что ребенок тебя вообще не видят никогда то тоже не захотелось выбирать между работой и жильем и ребенком и после того как ты решила что ты не хочешь жить брюшон лиционе ты куда решила переехать ребята барабанная город город хайфа сейчас давай пару слов просто расскажи об этом городе жалеешь не жалеешь и будем потихоньку наверное заканчивать по поводу города честно вот ни разу не пожалела да то что это старый как это старый фонд старые дома но все равно для начала это очень идеальный ну все по минимальному вы квартиру прекрасно видели все по минимуму но нам хорошо город красивый он на горе тут очень много всего ну для эстетического удовольствия он подходит к всему тоже береговая линия до береговая линия тоже хочешь лес на другую сторону от моря пойди в лес хочешь в горы также выйди в город принципе район в котором мы живем очень удобен принципе транспортная развязка просто превосходная с одной стороны у тебя железная дорога которая может тебя привести в любой конец израиля и принципе на любую сторону выйдешь по всему по всей хайфе тебя отвезет любые автобусы очень хорошая транспортная развязка да это святое но еще не пробовал дошли спасибо тебе что разрешила снять номер тучик рассказала пару слов о себе и расскажи какие планы на перспективу есть планы или пока сейчас добиваешь какие-то вопросы сегодняшнего дня и в будущем пока ну пока что вопросы все по мере поступления тогда и решаются пока что ребенок у меня благо еще хорошим организациям которые работают в израиле организовали летние лагеря для детей которые идут беженцы туристы они очень помогают спокойно ребенок хоть полдня в социуме среди своих же 1 возрастных детей проводит время у меня есть там хотя бы 45 часов заняться своими делами даже съездить хочу выйти на работу вот принципе скоро должна выйти на работу попробовать что и как и мои силы в новом стране в новой должности в новой перспективе а там время покажет пока что лето хорошая пора все равно надо еще отдыхать да окей ребят поставьте пожалуйста жирный жирный лайк этому видео подпишитесь на канал те кто этого еще не сделал напишите комментарии будет нам с Дашей интересно почитать может будут какие-то вопросы постараемся с Дашей ответить но это был канал израиль мама ребятки всем пока